Нет, Ислам, как ты думаешь, как бы сложилась бы твоя жизнь, если в 2015 году именно Ислам третий свел всегда? Ты пока не попал в плен кадыровцам, ты был в рядах муджаидов Ичкерии и находился на этой стороне. Две войны. Ты был на стороне муджаидов, ты был одним из людей Ичкерии. Но как только попал в плен кадыровцам, ты вдруг поменялся и стал героем России, российским офицером, россиянином, который стал убивать тех, с кем он вчера вместе сражался. И именно так ты взял звезду Героя России. Скажи мне, а это не является лицемерием? Он из Ислам саму даст спеши. Сейчас ты его не бил. Хотя я действия кадырового Ислама не оправдываю, с одной стороны, с одной стороны. Почему? В законе так, что он на халаам буджа. Хотя мне Испан сказал, что он на хадом халхаве не ритм. Второй раз он приехал ко мне домой. Ты подошел? Он меня вызвал из дома. Я вышел. Меня обыскали. Меня посадили в машину и увезли. В смысле? Тебя обыскали и насильственно затолкали? Разумеется. Посадили в машину и увезли. Нет. Тебя насильственно затолкали? Да. Меня против моей воли посадили в машину и увезли. И в первый раз, и во второй раз. А тебе, в смысле, ты считаешь, что мы с ним такие друзья были хорошие, что он мог ко мне домой приехать, и я к нему... Я не вру никогда, Даудов. Ты вышел оттуда, да? Откуда вы? Ну, из дома, из дома. Я не вышел. Меня отпустили, когда я ушел, когда мне позволили уйти. Когда отпустили, да? Да. Какие меры ты принял? Первый раз или второй раз? Первый, второй, третий, четвертый, большой раз. Нет, меня похищали два раза. Первый раз, когда меня отпустили, мне сказали, чтобы я никуда не уезжал, никому ничего не рассказывал, бороду свою не стриг. Телефон мой остался у него, и сказали, чтобы мне позвонят, и снова меня привезут. Мне позвонили, меня снова привезли. Второй раз меня отпустили, сказали то же самое, но в этот раз я убежал. А ну-ка подожди, давай добьем этот вопрос. Кто такой Айдл Белло? Давай на русский язык просто я это переведу. Это госслужащий, да, Айдл Белло? Не только. А кто еще Айдл Белло? Любой. Ну вот, например, электрик, который работает в Чечен-Энерго, он Айдл Белло? Да. А ты называешь Айдл Белло просто человека, который работает? Да. А какая разница? Нет, просто в чеченском языке Айдл Белло имеет конкретное определение. Это человек, это госслужащий. Электрика никогда не называют Айдл Белло. Подожди, подожди. Он зарплатный? Разумеется, без зарплаты никто работать не будет. Без зарплаты у нас зарплаты, у нас зарплаты органы Мелло? С у нас зарплаты, потому что органы, а мы хозрасчетные организации, мы не бюджетники. Ну, я хозрасчетный, я ладю, он себе доэч, зарплаты, чем доэчи Мелло-органы. Никто доэч датс, я продаю услуги и зарабатываю деньги. Из этих денег мы получаем зарплату. Федеральное унитарное предприятие ФГУП еще появится. Это было ФГУП, сегодня это ПАО. Неважно, что это. Это хозрасчетная организация. Ты ее назови, ты ее хочешь, назови чем угодно. Ты мне просто на вопрос ответь. Айдл Белло, в твоем понимании, это не госслужащий, а любой работник. Слушай, это глупый, как ты, это глупый, поменьш, мы дай там, вон. Я не знаю, что это. Джош, я не пойму. Я тебя спрашиваю, Эйдл Белло, в твоем понимании, это любой работник? Это Эйдл Белло. То есть моя мать, например, работала в республиканской больнице, она тоже Эйдл Белло, правильно? Почему знаешь? Потому что в начале года Минфин России выделяет Минфину Чеченской Республики, именно раздел Министерства здравоохранения Чеченской Республики. Понял я. Это бюджетный орган, здесь нет сомнений. Через ПМС Республики именно зарплату... Но тогда ты сам себе сейчас противоречишь. Нам просто не выделяло Минфин зарплату. Тогда я, получается, не Эйдл Белло? Эйдл Белло, он и так, и так, ну... А так, им выделяло зарплату. Зачем ты на это акцентрируешь? Внимание. Если я не Эйдл Белло, потому что Минфин выделяет, то мне не выделял Минфин. Значит, я не Эйдл Белло. Кто тебе давал? У тебя бухгалтерия там? У меня была моя бухгалтерия, электросвязь моя. Она не имеет отношения никакого к государству. Они не госслужащие. Они наемные работники. Не, не знаешь, что непонятно? Вот ты... Просто тебе нужно было ответить на вопрос, что по тебе Эйдл Белло это любой работник. Но ты это так изворачиваешь, изворачиваешь. Зачем? Все? Это все, что тебе нужно услышать? К тебе больше вопросов нет. Просто я, чтобы зрители поняли, что для тебя Эйдл Белло это любой работник. Неважно, он госслужащий, не госслужащий, просто там работает на Беркоте. Он у тебя Эйдл Белло. Налог Глушельчане. Короче, Эйдл Белло и даже Болбеш в отца. Ну ладно, проехали. Ладно, я тебя перебил, просто нужно было этот момент уточнить. Не столько для себя, сколько для наших зрителей. Уже почти тысяча. Если бы ты работал в частной компании, допустим, это уже другой вопрос. Там сами зарабатывают, там сами, как говорится, демонстрируют. Но они ведь тоже платят налоги, как ты говоришь, они чтут Конституцию. Ага. 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 в пенсионерном обществе может часть акций принадлежать государству, но это не сделает предприятие государством. Тебе просто вопросов больше нет, не пытайся это сейчас повернуть, просто ты ответил и все. Ты говоришь, что любой работник, независимо госслужащий или не госслужащий, для тебя это айдл бэлло. Дальше я тебя просто перебил, я сейчас не помню, о чем-то ты спрашивал. В 2015 год, как ты думаешь, как бы сложилась бы твоя жизнь, если в 2015 году именно Ислам, я бы дальше работал бы точно так же, тише воды ниже травы сидел бы, вас бы избегал, никогда слова бы вам не сказал. Вы бы обо мне даже не знали, наверное. Подожди, смотри, вот на данный момент, ты не только за себя отвечаешь, ты якобы отвечаешь за бывшую власть, за Ичкелию. Я не могу за кого-то отвечать, ты не прав, я не могу. Нет, нет, я прав. Нет, я свое мнение говорю. Ну, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok